Всем привет! Я снова рада видеть вас на канале Готовим Дома. С вами Олеся и сегодня мы будем запекать рыбу с овощами. Блюдо получается легким, полезным и очень вкусным, а его яркие краски непременно поднимут вам настроение. Такую рыбку можно приготовить для романтического ужина, а также ее по достоинству оценят тем, кто придерживается здорового питания. Ставим пальчик вверх и начинаем готовить. Для запекания я выбрала сибаса, но вы также можете взять речную форель, дорадо или другую белую морскую рыбу. Рыбу очищаем от чешуи, разрезаем брюшко и потрошим. Также удаляем жабры. Еще раз хорошо промываем рыбу и обсушиваем ее бумажными полотенцами насухо. На спинке делаем три надреза под углом примерно 45 градусов. Рыбку посолим, поперчим с двух сторон. Также приправим внутри ее солью и перцем и натираем разрезы. На дно формы для запекания наливаем немного оливкового масла. Форму можно взять большего размера, если вы хотите приготовить большую порцию. На дно формы кладем нарезанные кольцами молодые кабачки цукини. По вкусу их приправляем солью и перцем. И сбрызгиваем оливковым маслом. Сверху укладываем нашу рыбку. В надрезы вставляем половину ломтика лимона. Маленькую веточку розмарина. И ломтик чеснока для красоты и аромата. В брюшко кладем зубчик чеснока крупно нарезанный, пару кружков лимона и пару веточек тимьяна или розмарина. И тимьян, и розмарин придают изумительный аромат рыбе. Я очень люблю использовать тимьян, запекать его с рыбой. Они очень хорошо сочетаются. Но сегодня у меня целый пучок розмарина, поэтому его я тоже с удовольствием использую. Любые травки это на ваш выбор, по вашему вкусу. Рядом с тибасом кладем помидоры черри, пару головок чеснока, парочку острых перчиков. Его можно заменить болгарским перцем, нарезанным полосками. Сверху еще можно положить ароматные травки. Приправляем все солью, взбрызгиваем оливковым маслом и запекаем около 30 минут при температуре 180 градусов. Наш тибас с овощами готов. Блюдо получилось изумительно сочным и вкусным. Обязательно приготовьте, а вашими впечатлениями делитесь в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Пока-пока!